Вопросы сохранения здоровья, защиты материнства и детства обсудили на заседании Семейного совета КОМИ. Заседание провел глава Республики Владимир Уйба. В режиме видеосвязи в нем приняла участие заместитель председателя Госдумы Анна Кузнецова. Она сопредседатель Семейного совета Республики КОМИ. Хочется поблагодарить за ту работу, которая ведется, несмотря на непростую ситуацию, на проведение специальной военной операции, за те вызовы, перед которыми все сегодня лицом к лицу, это демографические в том числе, все равно удается в Республике выстраивать вот эти программы. Я хочу просто подчеркнуть, чтобы было понятно, что сейчас мы пытаемся в федеральный центр подтолкнуть к этим решениям. Ну, например, в КОМИ работает у нас мера поддержки на шестого ребенка. Вот мы хотим, чтобы на федеральном уровне у нас действовал принцип «плюс ребенок, плюс ресурс». То есть с каждым последующим ребенком семья бы укреплялась в ее позиции. И вот такой подход, как вот в КОМИ, например, реализованный вот в этой части, он абсолютно в русле вот тех принципов, которые мы сегодня добиваемся внедрения на федеральном уровне. Владимир Уйба отметил, что в регионе стараются максимально помочь многодетным семьям. Например, с 2021 года семьям, где воспитывается семьи более детей, выделяются средства на приобретение многоместного автомобиля. В 2023 году поддержка будет увеличена с учетом рыночной стоимости таких автомобилей. В связи с ростом цен на автомобили мы сейчас проиндексировали эту сумму, потому что увидели, что не могут реализовать многодетные семьи. То есть не хватало миллион четыреста, которые мы выделили на приобретение семейного автомобиля. Уже в 2022 году мы ее проиндексировали с учетом рынка. И сегодня снова эта норма заработала. И у нас сегодня многодетные семьи получают автомобиль, то есть 8 плюс водитель, и тем самым реализуют возможность выезжать именно всей большой семьей. А в прошлом году семьи, где воспитывается семьи более детей, получили субсидию на приобретение жилья. В этом году ее получат уже семьи, где воспитываются шесть детей. Обсудили на совещании и вопросы здоровья самых маленьких жителей региона. В последние два года была укреплена материально-техническая база медорганизаций, оказывающих помощь новорожденным. Это, в свою очередь, позволило снизить младенческую смертность. В 2021 году правительство Коми оказало беспрецедентную поддержку. За счет средств республиканского бюджета было закуплено оборудование на 271 миллион рублей. Оно поступило в республиканскую детскую клиническую больницу и позволило выхаживать новорожденных с экстремально низкой и очень низкой массой тела при рождении. Во всех городах и районах республики открыты кабинеты поддержки беременных, находящихся в трудной жизненной ситуации. Прошли консультацию более двух тысяч женщин. Часть из них в итоге отказалась от аборта. В целом же количество прерываний беременности снизилось в два раза. Три года назад о таких цифрах можно было только мечтать. Мы все сокрушались, да, количество этих погибших деток нерожденных. Ну вот сегодня, видите, считаю, что это, вот знаете, ну, огромная работа, которую вместе все мы сделали. Вот с пяти тысяч страшная цифра, да, с семнадцатого года. Мы ушли. Вот эту надо, вот эту кривую продолжать снижать. Одна из приоритетных задач правительства – обеспечить медучреждения квалифицированными кадрами. Врачам, которые устроились на работу в сельскую местность, предоставляются единовременные выплаты по программе «Земский доктор». Кроме того, единовременные выплаты предоставляются врачам, трудоустроившимся по наиболее востребованным специальностям. В прошлом году привлечены 92 медработника. Столько же специалистов планируется привлечь в этом. Действительно, у нас все-таки основа основ – это работа, оказание медицинской помощи на первичном уровне. Поэтому, вот сейчас мы тот пилот, который мы начали, действительно, 9 домов для фельдшеров такой комплексной застройки. Значит, мы эту историю будем продолжать. У нас сегодня УЗАЛЕС готов делать проекты и создавать под ключ дома по нашей заявке. И нужно расширять и переходить уже от фельдшеров на и врачей, особенно там участковые больницы, и на 23-й год, пусть это будет вторая половина, но все-таки предложения свои дать, но комплексно уже на 24-й год дать предложение по количеству необходимого жилья. Как отметил глава КОМИ, это будет домокомплект. Сейчас важно провести работу с муниципалитетами. Нужен землеотвод и не где-то на окраине, а в центре населенного пункта.